Друзья, я начинаю свое путешествие по Турции и по Стамбулу, собственно говоря, с главной его площади, площади султана Ахмета, и к моему большому стыду за свои 35 лет, это мой первый раз, когда я приезжаю в Турцию, и приезжаю сразу же, хотелось сказать, в столицу, но нет, Стамбул не столица, столица Анкара, хотя многие путают и думают, что Стамбул это столица Турции. Меня сразу же встретило, когда я зашел, колонна, непростая колонна, ее не просто возвели, эта колонна была построена еще в 15 веке до нашей эры, это египетская колонна, ее реставрировали уже в 5 веке нашей эры, ниже находится Колизей, древний Колизей, Колизей был не только, в Риме у нас Колизей, вообще много где было, но очень много мест здесь находится на реставрации, на реконструкции, заборы, леса стоят, то есть сейчас это все реконструируют. Как и в любом другом крупном городе, в Стамбуле тоже есть свои must-visit места. Не видел их, значит не был в Стамбуле, а успеть их посмотреть можно и за день-два. В нашем случае у нас всего день, так как мой следующий самолет в Швейцарию отправляется завтра утром. Наш первый пункт назначения площадь Султан Ахмед, это главная площадь и исторический центр города. Часть площади сосредоточена на месте древнего ипподрома, который строил еще римский император Септимий Север в 203 году, когда город носил название Византии. Затем уже императором Константином ипподром был перестроен, тогда сооружение стало 450 метров в длину и 120 в ширину, даже сложно себе представить. Вмещал ипподром около 100 тысяч человек. Основное зрелище, которым народ приходил сюда полюбоваться, были гонки колесниц. Как мы с вами знаем, позже город переименуют в Новый Рим, а еще позже в Константинополь. Наша следующая цель это голубая мечеть, которая расположена здесь же. И маленький спойлер, ребята, где найти лучшую точку для фотографирования мечети. Потому что если вы будете подходить со стороны площади, то там, ну скажем так, очень много всего находится на реконструкции. И поэтому я советую вам подойти к музею Мозаики. И вот здесь открывается, наверное, лучший вид на мечети. Если вы будете идти со стороны мечети, то вам нужно пройти через базар, по которому я сейчас шел, и выйти вот как раз к музею Мозаики. И отсюда можно сделать классные кадры. Как несложно догадаться, основал ее султан Ахмед I, который занял трон в 1603 году, в военный период. Тогда Османская империя вела борьбу с Ираном и Австрией. А самому султану тогда было всего 19 лет. Многие знаковые объекты в Стамбуле окутаны различными тайнами, легендами и голубая мечеть не исключение. Считается, что архитектору Мехмеду во сне явился храм невероятной красоты. После чего, сразу после пробуждения, он нанес на бумагу все, что увидел, пока спал. Как оказалось, по счастливой случайности, именно такую мечеть и мечтал возвести султан. Но не мог выразить словами свои желания. Местные верят, что мечеть исполняет их желания. Для этого мусульманин должен помолиться в течение 18 дней на каждый минорет. Кто не был в Стамбуле, тот может спутать голубую мечеть с мечетью Айя София. Они находятся рядом друг с другом. И если бросить беглый взгляд на голубую мечеть, то может показаться, что у нее есть сходство в архитектуре с мечетью Софии. София с греческого переводится как «мудрость». Колонны этой мечети были построены не одновременно с ней. Некоторые из них были доставлены из храма Солнца в Риме, другие из храма Артемиды. Одна из колонн необычная, ее прозвали Плачущей, потому что на ней выступает влага. Почему, никто не знает. И как принято, народ обращается к легендам. Император Юстиниан I, основатель храма, женился в свое время на Феодоре, которая была женщиной легкого поведения. Вот уж угораздила мужика влюбиться. Выбилась она из грязи в князи и начала издавать сумасшедшие законы, казнить всех подряд. Но под конец своей жизни пришла она в храм и решила раскаяться, начала рыдать, плакать возле этой колонны. И с тех пор Феодоре не стало, плакать она перестала, а вот колонна нет. Найти эту колонну достаточно просто, возле нее всегда толпа людей, потому что считается, что она исполняет желание. Еще один мистический факт, это то, что под собором находятся несметные богатства. Якобы во время строительства было приказано выкопать 70-метровую яму и заложить фундамент на золоте и серебре. Когда вы будете заходить в храм, вы определенно обратите внимание на двери. Они обладают особой мистикой. Каждый раз, когда ученые считают количество дверей, они находят еще одну, которую не замечали раньше. Всего их более 350. А согласно преданию, одна из них была сделана из досок Ноева Ковчега. Напротив собора находится еще одна местная достопримечательность – цистерна-базилика, представляющая собой древнее подземное водохранилище, сохранившееся со времен Константинополя. Ее главная отличительная особенность – она больше напоминает роскошный дворец, а не водохранилище. Это огромный зал под землей, который насчитывает более 300 колонн. Здесь, кстати, тоже есть своя плачущая колонна. Может, и сюда Феодора приходила бы плакать. Но все же самые популярные колонны у туристов те, на которых изображена голова медузы Гаргоны. Здесь, кстати, снимали фильмы «Одиссея» Кончаловского и «Из России с любовью» про Джеймса Бонда. Где-то между двумя мечетями находится базар Араста. Он представляет собой 300-летний базар на историческом полуострове. Он не такой популярный, как Гранд Базар, но в этом и есть его прелесть. Здесь есть возможность пройтись по нему в тишине и спокойствии, и прикупить то, что необходимо. Рядом находятся различные кафе, и вы можете передохнуть, перекусить, но позже продолжить прогулку. Кстати, насчет еды. Обедал я сегодня в самом центре между Голубой мечетью и Забором Софии. Так вот, что у меня получилось по цене? Заплатил я за все меньше 400 лир. То есть на рубли это 1300 где-то. Что я взял? Я взял, во-первых, рис с мясом, вот эта вот шаурма на тарелке, потом я взял салат, потом я взял фреш апельсиновый, я взял двойной кофе турецкий. Сверху все это закрепил их вот этой пахлавой с мороженым. Кстати, если вы пробовали турецкую пахлаву с турецким мороженым, а мороженое турецкое, оно отличается. И знаете, чем оно отличается? Когда ешь вот эту вот знаменитую, эту ихнюю турецкую пахлаву, когда, да, куча роликов в интернете, где пахлава, там мороженое вот такое. И у них мороженое по консистенции, оно такое, знаете, мне кажется, как немножко напоминает мне сыр моцареллу. Его делают, как принято, на козьем молоке, но могут, как вы делаете, на обычном молоке. И плюс туда добавляют порошок или мука, ее еще называют, мука клубней дикой орхидеи, и плюс мастику, сделанную из смолы мастикового дерева. Раста один из самых старых стамбульских рынков. Появился он в 17 веке рядом с голубой мечетью. Археологами были обнаружены здесь кусочки мозаики, которые говорят о том, что на этом месте раньше был дворец византийского императора. Когда-то давно здесь продавалась конная амуниция для солдат Османской империи. До 20 века базар был весьма оживленным, но затем сильно пострадал от пожара. Базар восстановили 40 лет назад, и потом он стал привлекательным туристическим местом. Как принято в популярных туристических местах, цены здесь выше среднего, но вы можете поторговаться. Кстати, интересно, как здесь передвигаться на машине, наверное, так же, как и в Москве. Потому что я смотрю, вот здесь во всех центральных местах все парковки полностью забиты, машины едут, трафик друг к другу все бибикают. Я, кстати, приехал сюда из аэропорта, и из аэропорта 45 километров до центра, и я заплатил 450 лир на рубли, сейчас по курсу 1800 рублей. Мне говорили, что тут местные таксисты и таксисты, и продавцы могут накручивать денежку, то есть ставить ценник в несколько раз выше, чем он должен быть. Ну, я заранее проверил, значит, скачал несколько приложений, Uber, скачал трансфер, там какой-то, GetTransfer, по-моему, проверил приблизительно. И когда я поймал таксиста прямо на улице, я спросил сразу же, сколько будет стоить проезд, он не назывался, но меня все устроило, потому что оно приблизительно равнялось тому, что я посмотрел приложение. Пролив Босфор. Его также называют Стамбульским проливом, а особенность его в том, что он разделяет Европу и Малую Азию. Таким образом, Стамбул это город, который находится одновременно и в Европе, и в Азии. У пролива есть девичья башня, которая в период Османской империи выполняла функцию маяка, но здесь также содержали и заключенных перед тем, как казнить или отправить в ссылку. Далее наш с вами путь лежит к парку Гирхане и дворец Тапкапы. Я изначально не планировал заходить в этот парк, ну парк и парк, чего у нас своих парков нет, пока не прочитал историю. Во времена Османской империи на месте этого парка выращивали многочисленные розы. Гирхане переводится как двор роз. Тогда прогулки по парку были позволены только султану и его приближенным, а вот начиная с конца 19 века парк стал открытым для всех желающих. Парк это продолжение дворца Тапкапы, из переднего двора которого вы можете выйти в розовый двор. Летом здесь высаживают около 80 тысяч роз. Сам же дворец представляет собой памятник архитектуры 15 века, который несколько столетий подряд являлся основной резиденцией правителя Османского государства. Название его можно перевести как «Пушечные ворота», так как каждый раз, когда правитель выезжал за пределы своего дома, раздавались выстрелы из пушек. Из парка мы с вами двинемся в Галатскую башню, но прежде пройдем по одноименному мосту. Сама же башня берет свое начало с 507 года н.э., когда властью в стране обладал византийский император Юстиниан. Тогда строительства из камня развито не было, поэтому сперва башня была сооружена из дерева. Каменные стены появились здесь только в середине 14 века. Галатский мост проходит через бухту Золотой Рог и располагается напротив новой мечети. Представляет он собой конструкцию из двух этажей, чем, скажем так, выгодно отличается от других. Особый колорит этому месту придают местные рыбаки. Они здесь проводят время с утра до вечера, независимо от того, какое время года на дворе. Здесь же можно обнаружить и мини-рынок со всем необходимым для рыбалки лесками, крючками, поплавками и наживками. А из Галатской башни мы с вами отправимся на самую популярную у туристов улицу – Истекляль. Находится она в районе Бейглоу, начинается с площади Таксим и идет по направлению к заливу Золотой Рог почти полтора километра. Улица имеет форму бумеранга, в изгиме которого находится площадь Галатасарай и Галатасарайский лицей, который является одним из элитных учебных заведений города. Сейчас здесь расположены магазины со многими брендами одежды, украшениями, аксессуарами, а также кафе и рестораны с турецкой и европейской кухнями. А одна из главных фишек этой улицы – то, что по ней ходит исторический трамвай. Здесь вы можете увидеть и главную католическую святыню Стамбула – храм Антония Падуанского. В отличие от предыдущих, он выполнен в венецианском неоготическом стиле и здесь богослужения проводят только итальянские священники. Если мечеть султана Ахмета и собор Святой Софии вас не впечатлили, то вот вам еще одна. Мечеть Сулейманье является ведущей мечетью Стамбула по размерам. Мемар Синан, ее архитектор, заявил, что эта мечеть будет стоять вечно. И стоит она до сих пор, украшая город и являясь символом великолепного века и безграничной любви султана Сулеймана к Хюрем. После смерти жены султан находил утешение только в стенах этой мечети. Гроб его возлюбленной долгое время находился здесь. Потом во дворе была построена роскошная усыпальница, где позже были похоронены и сам султан, и их дочь. В течение семи лет три с половиной тысячи рабочих строили мечеть. Она обошлась в 96 тысяч золотых и 83 тысячи серебряных монет. И одновременно здесь могут молиться пять тысяч человек. Один из секретов мечети – наличие страусиных яиц на люстрах. Они отпугивали пауков, паутина которых нередко становилась причиной пожара в мечетях. Интересный факт. У меня есть один выпуск из Суздали, где мы посещали храмы. И там, кстати, также использовались страусиные яйца в люстрах. Если вам интересно, в выпуск вы можете посмотреть по ссылочке. Какие узкие улочки, ребята. Смотрите, видите, какие улочки. И вот здесь тоже. Буквально, мне кажется, метра два. И все пытаются разъехать. Все еще так здесь водят дерзко, понимаете? Людей, куча туристов, куча. Стамбул вообще, кстати. Это же один из самых крупных городов в Европе и Азии. Он, кстати, на стыке, да, находится? Европа и Азии. Ну, по размеру он больше 10 миллионов. Пробки здесь. Люди ездят хаотично. Недалеко от Стамбула в Мраморном море находятся 9 островов. Называются они Принцевые острова в честь принцев Византии. Самый большой из островов Бюакада. И проживает на нем около 7 тысяч человек. В эпоху Византии остров являлся местом для ссылки знатных особ. Сейчас здесь даже есть транспорт, но, как и на других островах, разрешены только электрокары и велосипеды. Следующий по величине остров Хейбелиада, на котором живет 4 тысячи человек. Название острова переводится как «остров с сумкой» или «халки», что значит «медный». В 19 веке рыбачий остров Халки стал одним из самых популярных мест для богачей, среди которых были стамбульские торговцы и банкиры. Еще один остров открытый для туристов – Бургазада. Название забавное, но переводится просто «крепость» или «форт». Проживает здесь всего полторы тысячи человек, но в туристический сезон одновременно может находиться 15 тысяч. Он популярен тем, что с него открывается живописный вид на закат у скалы Калпазанкая. Друзья, если вам понравился данный выпуск, ставьте ему лайк. Если вы уже бывали в Стамбуле, то пишите ваши рекомендации в комментариях. Также не забывайте заходить на мой второй канал «Смапс Эдюкейшн», где я рассказываю про зарубежное образование. Но меня ждет поездка в Швейцарию, где я познакомлюсь с Берном, Лозанной, Монтрео и швейцарскими Альпами. Редактор субтитров А.Семкин